Давайте перейдем к следующему. На самом деле, если вы все это знаете, то мы это сделаем очень быстро. Значит, мутация и отбор – это такие факторы, без которых ничего не бывает, а остальных факторов этой эволюции, до которых мы добираемся сейчас, они такие необязательные. Но когда я говорю способ размножения, я имею в виду половое размножение, или, ученые выражают, амфимиксис, поскольку по умолчанию простейший вариант – это бесполое размножение. А популяционная структура – значит, структура возрастная и пространственная. Половое размножение практически всегда наблюдается. А популяционная структура тоже какая-то всегда есть, хотя ее довольно часто можно без большого вреда для понимания игнорировать. И, наконец, дариф – это генетический дариф, или случайный дариф, или случайный генетический дариф – можно просто говорить дариф. Это такое отвратительное явление, которое лучше бы его не было, но оно всегда есть, и практически во всех популяциях с реальной численностью оно оказывает принципиальное влияние на то, что там происходит. Так что эти три фактора тоже очень важны, хотя лишь мутация и отбор являются такими неизбежными факторами. Без мутации и без отбора дарифной эволюции не будет. Ну, давайте форму размножения. Значит, первое… О, спасибо, так уже несколько лучше. Значит, тут есть одно замечательное свойство, на которое часто не обращают внимание. Ну, вот представьте себе, что вы слон. Тогда, надо не важно, даже человек. Начинать человека с одной клетки – какая-то совершенно дикая идея. Казалось бы, вот захотела тетя умножаться, она такую почку выпускает, как гидра, и, значит, вырастает из нее такой ребенок, оторвался и побежал. Вместо этого практически… Это так делается, называется вегетативное умножение. И люди так делают. Знаете, когда, да? А? Люди так делают. Близнецы называются. Близнецы возникают, ну, на ранней стадии, но там уже это много-много клеток. Вот развивается эмбарон, я не помню, но там уже сотни клеток, если не тысячи. И вдруг они… Он решает, какого хрена? Я лучше стану двумя эмбаронами. И, значит, делается двумя… становится двумя эмбаронами. Вот. Но, несмотря на это, практически у всех организмов присутствуют такие моменты, когда генотипы в процессе умножения проходят через бутылочное горлышко. То есть, новый организм возникает всего лишь из одного генотипа. И замечательным образом то же самое с митохондриями. Там в клетке ужасно много митохондрий. Но если мы проследим истории митохондрий из поколения в поколение, там от мамы к дочке, они по материнской линии передаются, если мы проследим за историями митохондрий от мамы к дочке, то мы увидим, что в какой-то момент развития яйцеклетки имеет место очень глубокая бутылочная горлышко. И все митохондрии, которые мы наблюдаем в потомке, произошли там от двух-трех всего лишь митохондрий мамашиных, а вовсе не от большого числа тысяч. Так что чисто вегетативное размножение, когда потомок всегда получается из большого-большого количества разных генотипов, оно практически никогда не практикуется. Я думаю, что это связано с тем, что естественный отбор не был бы эффективен, если бы потомок возникал из большого числа клеток. Ну, чертся, давайте теперь рассмотрим генетические обмены. Значит, генетические обмены бывают у всех, но у некоторых они очень редки. Популяция Шерихия-Коля клональная, более-менее. Но есть другие бактерии, у которых, если посмотреть на генетическую структуру популяции, видно, что они обмениваются генами почем-то. А у эукариот половое размножение, значит, является нормой, хотя бывают, значит, вторично перешедшие к бесполому размножению тварей. Значит, генетические обмены у бактерий такие неорганизованные, обычно они просто съедают куски ДНК и вставляют их в свой геном. А генетический обмен у эукариот, значит, организован в жизненный цикл с чередованием сингомии или оплодотворения и миоза. И, значит, от миоза до сингомии – это гоплоидная фаза, а от сингомии до миоза – это диплоидная фаза. Эти термины, на самом деле, очень неудачные, потому что они удачны, если мы рассматриваем диплоидов. Но вы же слышали про тетроплоидов, да, там, про авто-тетроплоид? Вот если скотина авто-тетроплоид, то у нее гоплоидная фаза будет диплоидная, а диплоидная фаза будет тетроплоидной. Такую терминологию надо убивать. И я много лет назад предложил в жизненном цикле вместо гоплоидная и диплоидная фаза говорить гомоидная и зигуйная. И тогда было бы очень удобно, потому что плойдность – это для полиплоидии, а для чередования фаз в амфемиктичном жизненном цикле – гомоидная и зигуйная. Если я диплоид, то у меня гомоидная фаза – гоплоидная, зигуйная и диплоидная. А если я тетроплоид, то у меня гомоидная и диплоидная, зигуйная и тетроплоидная. И такого идиотизма, что у меня гоплоидная и диплоидная, а диплоидная и тетроплоидная не возникает. Но вот почему-то эти термины не прижились. Все любят использовать плохие термины и ругаться вместо того, чтобы использовать хорошие. Ну, неважно. Значит, все понимают, что такое амфематичный жизненный цикл. Дальше есть замечательная наука о том, как в этом жизненном цикле, когда происходят метозы. Фаза жизненного цикла может быть представлена большими красивыми организмами, либо там будет много бесполого размножения, а может быть фаза жизненного цикла редуцирована. Скажем, у всех животных гоплоидная фаза редуцирована. В том смысле, что продукты миоза сразу делаются гометами, правильно? Вот большой человек с ручками и с ножками, он живет на диплоидной фазе. А тут происходит миоз и сразу возникают гометы. Есть исключения. Есть случаи у животных, когда на гоплоидной фазе что-то возникает большое и красивое. Муравьи всякие, да. Семь раз возникала гоплоидность самцов всегда. Муравьи, палочники, клещи какие-то и жуки. Так что такое бывает. А вот у инфузоров, у которых конъюгация, гоплоидная фаза еще более жестоко редуцирована. У нее вообще даже свободных клеток не возникает. Конъюгируют диплоидные твари и обмениваются ядрами. А у хоррофитов и зигомицетов наоборот полностью редуцированная диплоидная фаза. То есть зигота сразу уходит в миоз. Никаких диплоидных методов не возникает. Ну и еще там всякие извращения у наземных растений. Когда диплоид сидит на гоплоиде, гоплоид сидит на диплоиде и всякая такая ерунда. Замечательно. Значит, теперь давайте мы разберем формальную науку, которая за этим стоит. Значит, с точки зрения популяционной генетики, с точки зрения микроэволюции, амфимиксис делает три вещи. Амфимиксис делает мендельское расщепление, делает рекомбинацию мендельское расщепление внутри локуса. Чтобы понять, что такое мендельское расщепление, достаточно рассматривать один локус. Значит, делает рекомбинацию между локусами. Ну и так же все, что происходит, зависит от того, кто скрещивается, от системы расщепления. Вот давайте тупо разберемся с мендельским расщеплением. Значит, мендельское расщепление, как ясно, вот мы, здесь я, собственно, рисую мендельское расщепление. Значит, если производятся сперматозоиды, то обычно производятся четыре клетки. Вы понимаете, что миоз – это жуткое извращение. Так сказать, биологическая функция миоза – это уменьшить плодность. С диплоидной в гаплоидную. И в качестве первого шага на пути к уменьшению плодности, что клетка делает? Ну, а реплицирует свою ДНК. И поэтому миоз требует двух делений. Если бы перед миозом ДНК не реплицировать, то все можно было бы сделать за одно деление. Наконец-то так не может. Видимо, потому что миоз произошел из метоза, и это происходящую перед делением репликацию уже никак убрать не удавалось. Впрочем, наиболее правдоподобное объяснение. Значит, соответственно, возникает в результате четыре клетки. И вот они, два большого, два маленьких. А в яйцеклетке возникает только одна, но мы называем расщепление Мендельским, если эти разные аллели передаются с одинаковой вероятностью. Бывают гены, которые обманывают и лезут сюда с большей вероятностью. Но пока мы считаем, что ущепление у нас Мендельское. Значит, если у меня ущепление Мендельское, и гометы потом объединяются случайно, то тогда частоты гоплоидных генотипов в следующем поколении связаны таким образом с частотами сейчас. Значит, аллельные частоты не меняются, ну, естественно, потому что Мендельское сегрегация, Мендельское расщепление честное. И аллели оказываются независимо распределенными. Ну, по определению. Значит, называется закон Харди-Вайнберген. Я всегда с цердом его рассказываю, потому что часто с него начинают, что вообще безобразие. Нужно, конечно, сначала мутацию и отбор рассказывать. Но вообще, если у меня гометы объединяются с зиготой случайно, то и частота зиготы А-Большое-Большое будет частота аллеля гометы А в квадрате. Тут не надо ничего доказывать. Это следует из-за определения независимости. Единственное, надо понимать, откуда здесь берется двойка. Все понимают, откуда здесь берется двойка. Частота гетеро-зиготы – это два произведения частот аллели, потому что ты можешь гетеро-зиготой стать двумя способами. Получившие это от мамки, это от папки или наоборот. Таким образом, здесь возникает двойка. Но в остальном, закон Харди-Вайнберг, это никакой не закон, это просто определение независимости. Тем не менее, это в свое время было потрясающее достижение в эволюционной генетике, 1909 год. И Харди и Вайнберг не были лучшими друзьями, они независимо это дело придумали. Харди – математика, Вайнберг – гинеколог. Значит, они вот такие были умные, это независимо придумали. Вот. Ну, если вы хотите какой-нибудь науки сюда навести, можно вот что смотреть. Значит, независимое случайное скрещивание, случайное объединение гомет может происходить двумя способами. Во-первых, эти гометы можно просто тупо выметывать в окружающую среду. Вот сидят какие-нибудь там двустрочные моллюски на коралловом рифе, и когда там какое-нибудь полнолуние, они выпускают гометы в окружающую среду. Сами они прикрепленные, они не могут там друг за другом гоняться, они просто гометы выпускают, это у них такой групповой секс получается. Вот. А альтернативный вариант, когда диплоиды образуют пары, значит, и дальше внутри пары уже происходит случайное объединение гомет. Ясно, что в обоих случаях, если пары образуются случайно, и потом внутри пары гометы тоже объединяются случайно, ясно, что и в этом случае, значит, результат должен быть независимостью. Ну вот, кому охота помучиться, можно это сделать. Вот смотрите, это, значит, доказательство закона Харди Вайнберга для такой двуступенчатой случайности. Случайное объединение диплоидов, и потом случайное образование, случайное объединение гомет внутри пары. Вот, значит, у меня, возможно, такие скрещивания, вот это их частоты, при случайном объединении, а это по дедушке Менделю. В скрещивании, скажем, А большого, А маленького с А большим, А маленьким, у меня будет, частота такого скрещивания, это будет квадрат частоты А большого, А маленького генотипа, и в нем будет четверть одних гомозыгод, половина гетерозыгод, четверть других гетерозыгод. А теперь я могу почитать частоту генотипа А большого, А большого в следующем поколении. Вот, значит, из этой формулы. Частота А большого, А большого, это будет частота вот такого скрещивания умножить на единицу, плюс частота такого скрещивания умножить на половинку, и так далее. И если я все это аккуратно посчитаю, то я увижу, что частота А большого, А большого может быть записана, как частота А большого плюс половины этой гомозыгод, плюс половины этой гетерозыгод в квадрате, а это частота аллеля. Так что мы доказали, что частота гомозыгод А большого, А большого в следующем поколении есть частота этого аллеля в квадрате. Вот такое, значит, вот потрясающее упражнение в теории вероятности. Но, а в случае, когда двустворочные моллюски просто выпускают гометы в окружающую среду, я вообще не понимаю, что это доказывает. Если объединение случайное, то, соответственно, мы и будем иметь... Это закон Харри Вайнверга, это просто запись предположения о случайности объединения гомет. Если гометы объединены случайно, то они объединяют случайно, то они объединяют случайно. Ну вот такой, значит, замечательный результат. Вот. Хорошо. Значит, тем самым мы... Да. А то, что частоты аллелей сохраняются, но опять-таки, если у меня мендерльская сегрегация, то есть передача любой гометры потомку осуществляется с одной и той же вероятностью, независимо от ее генотипа. Ну тогда с чего бы частоты аллелей менялись? Значит, мы с вами разобрали великий и ужасный закон Харри Вайнверга. Так? Замечательно. Теперь более сложная задача реципрокная миотическая комбинация. Что делает реципрокная миотическая комбинация с частотами генотипов популяции? Значит, эта комбинация может происходить за счет двух механизмов. За счет независимого расщепления генов, которые сидят в разных хромосомах, и за счет Крексенговора. Здесь я рисую, что как бы они в одной хромосоме, а у них Крексенговора. Но пусть так. Нам молекулярный механизм здесь, естественно, не важен. Значит, что такое комбинация? Это когда диплоид передает свои продукты миоза аллели не в той комбинации, не в тех комбинациях, которых он сам получил из гомет, значит, из которых он произошел. Значит, вот у меня нарисован такой диплоид. Ясно, что для того, чтобы рекомбинация имела генетические последствия, мне нужны два полиморфных локуса. А большой, а маленький, а большая бы маленькая. Если у меня хоть один локус мономорфный, то рекомбинация никаких генетических последствий иметь не будет. Вот. И вводится понятие коэффициента рекомбинации. Это общая доля гомет, в которых значит аллели оказались в новых сочетаниях. Значит, соответственно, я произведу А большое, В большое и А маленькое, В маленькое с частотами единицы минус Р пополам и А большое, В маленькое, А маленькое, В большое с частотами Р пополам. Это означает, что у меня коэффициент рекомбинации между локусами А и В равен Р. Предположение, что я сам произошел из гомета А большое, В большое и А маленькое, В маленькое. Хорошо? Вот. А теперь я хочу, да, это всякая биологическая достаревшина. Значит, есть такой муравей, у которого всего одна хромосома, и у оскориды одна хромосома. Значит, если вы такой муравей, причем самец, то у вас весь наш геном сидит на одной хромосоме, поскольку вы еще и гоплойны. И очень часто бывает, что один, не очень часто, но достаточно часто, в таких случаях больше 30 известно, когда у одного из полов кроксинговый полностью подавлен. Причем это практически всегда гетерогометный пол. Вот у мух определение пола, как у млекопитающих, то есть самки гомогометные, самцы гетерогометные. И у самцов дрозофил рекомбинации обычно нет. А у бабочек, как у птиц, самки гетерогометные, самцы гомогометные. И у бабочек нет рекомбинации у самок. И это очень важно, потому что на вопрос, зачем нужна рекомбинация, глупые молекулярные биологи часто говорят, ну как же, рекомбинация нужна для спаривания хромосом в миозе. Это чепуха, потому что у самца дрозофилов и меланогастров миоз отлично идет, а рекомбинации никакой у нее нет. То есть там возникают эти холидерские структуры, но только они разрешаются так, что никакой рекомбинации фланговых морков не происходит. Вот. А такого, чтобы рекомбинация была потеряна у обоих полов, такого неизвестно. Значит, и есть такой закон породы, что рекомбинация обычно происходит примерно один кроссовер на хромосомах. И, соответственно, у каких-нибудь дрожжей, у которых хромосома длиной всего миллион, а частота рекомбинации на нуклеотид, то есть вероятность того, что кроссинговая произойдет между двумя соседними нуклеотидами, она примерно в 100 раз больше, чем у человека. Потому что дрожжевая хромосома длиной миллиона, человеческая 100 миллионов. Значит, на нуклеотид у дрожжи 10-6 из корректной комбинации, а у нас 10-8. Почему, тоже никто не знает. И рекомбинация происходит с большей частотой по соединению хромосомных плеч. Это мы уже обсуждали. А околоцентромерия, околоцеломерия комбинации меньше. Вот. А теперь я хочу доказать великую и ужасную теорему. Вот о чем. Значит, D – это полюбившийся нам коэффициент неравновесия поступления, который, значит, все помнят, как он выглядит. Характеризующий меру зависимости распределения аллелей в двух локусах. И если у меня прошло одно поколение полового размножения, значит, без отбора и без мутации, то в результате у меня коэффициент неравновесия по сцеплению уменьшается в единице минус скорость рекомбинации раз. Вот такая вот очень важная теорема. И важность этой теоремы заключается в том, что здесь наблюдается качественное отличие от Харгдивайнберга. Потому что независимость распределения аллелей внутри локуса устанавливается за одно поколение. Вот у меня там может быть что угодно. Например, у меня вся популяция состоит только из гетерозигот. Раз, они у меня случайно между собой подскрещивались, и у меня получится четверть А большая, А большая, половина А большая, а малая, и четверть А малая, а малая. Или у меня популяция состоит из половины одних гетерозигот, половины других. Раз, они все подскрещивались, и если все было случайно, четверть А большая, А большая, половина А большая, а малая, четверть А малая, а малая. То есть, независимость, случайное скрещивание, случайное объединение гомет приводит к независимому распределению аллели внутри локуса сразу же. А здесь стремление к независимости только асимптотическое. Посмотрите сюда. В случае свободной комбинации, вот на этой вот картинке, что такое свободная комбинация? Это когда гометы ничего не помнят о том, из каких гомет был сделан этот диплоид, который их производит. То есть, частоты всех этих четырех будут по одной четверти. Значит, у меня свободная комбинация, когда аллели в этих локусах передаются независимо друг от друга в гометы. Это соответствует значению коэффициента R половина. А не единица. То есть, даже при свободной комбинации, в соответствии с этой потрясающей теоремой, происходит лишь уполовинивание, отклонение от независимости. В то время как внутри локуса, в соответствии с доходом Карт-Дивайнберга, все отклонения от независимости сразу пропадают. А между локусами, даже при свободной комбинации, они только уменьшаются вдвое за одно поколение, но не пропадают полностью. Поэтому эта эпохальная теорема очень важна, особенно, так сказать, в сочетании с законом Харди-Дивайнберга. Мы ее сейчас доказывать не будем, она совершенно тривиальная, но, значит, требует трех минут напряженного внимания, чтобы понять, что за ерунда здесь написано. А докажем ее в следующий раз. Хорошо? Значит,